Ситуация на рынке труда стала основным вопросом в повестке дня на заседании регионального правительства в этот вторник, 29 ноября. Участие в обсуждении приняли депутаты Государственной Думы Российской Федерации Владимир Васильев и Сергей Веремеенко. О принятых решениях расскажет наш корреспондент. В этом году в Тверской области снизилось количество безработных. Всего в экономике региона занято более 570 тысяч человек. В основном жители Верхневолжья трудятся на обрабатывающих производствах в торговле и социальной сфере. Сейчас на региональном рынке труда требуются инженеры, технологи, рабочие для целого ряда отраслей обрабатывающей промышленности, работники строительства и транспорта. Игорь Руденя подчеркнул, что занятость населения – это один из факторов развития экономики субъекта страны. Ситуация стабильная, у нас не было потрясений. И сегодня предприятия, которые открывают новые виды производства, испытывают даже дополнительную потребность в хороших, высококвалифицированных кадрах. Поэтому и подготовка кадров, и образование профессиональное сегодня выходят на первый план. Для подготовки необходимых кадров для экономики Тверской области колледжам региона планируется увеличить их финансирование и усилить материально-техническую базу, а также провести ремонт общежитий. Как отметили во время заседания, в современных условиях одна из задач для экономики – обеспечение технологического суверенитета. Так, сейчас в регионе идет работа по созданию особой экономической зоны промышленного производственного типа «Эмаус». О готовности реализовать там свои проекты уже заявил ряд резидентов. Одним из перспективных направлений в сфере трудоустройства назван агропромышленный комплекс. Так, с 2022 года в Тверской области отмечается рост уровня заработной платы ВПК. У нас в сельском хозяйстве сейчас, это отмечалось, значит, вошли в десятку по заработной плате. Заметьте, в наших АПК мы в десятке. Значит, там, где АПК, понимаете, да, появляется больше людей с достатком, больше возможностей. Мы внимательно посмотрим сейчас и на базе, как это уже делали, в Тверской области, отработаем вот такой пилотный проект, который позволит все-таки приблизить вот эту вот обеспеченность на жителях. И, кроме всего прочего, это еще и требование времени. В числе ключевых задач, поставленных перед Главным управлением региона по труду и занятости, совместно с ответственными ведомствами и работодателями, обеспечить подготовку и закрепление в регионе молодых специалистов, а также привлечение квалифицированных кадров и переподготовку граждан, ищущих работу по наиболее востребованным специальностям. Продолжение следует...